Друзья, хочу вам порекомендовать свой второй канал, на котором выходят ролики про мистические истории, неразгаданные тайны, а также интересные факты обо всем на свете. Поддержите молодой канал, подписывайтесь, впереди много крутых и интересных роликов. Ссылочка на канал в описании под видео. Неоднозначный пост в Инстаграм Андрея Черкасова не оставил равнодушных среди поклонников Дома-2. Многих возмутили попытки Андрея загнобить женоподобных мужчин, которые немало времени тратят на свою внешность, при этом совершенно не готовых ухаживать за девушками, требуя, чтобы знаки внимания оказывали именно им. Несмотря на то, что имен Андрей называть не стал, многие сразу поняли, речь идет о чайчице. По крайней мере, участник Дома-2, как никто другой, подходит под описание Черкасова. Впрочем, лишь немногие поддержали попытку молодого человека задеть коллегу. Подписчики сразу же напомнили Черкасову, что и он сам когда-то вел себя не по-мужски. Число недостатков бравого офицера включили его попытки сыграть свадьбу 50 на 50 с Викторией Романец, походы по ресторанам за рекламу и многое другое. Ни для кого уже не секрет, что буквально пару дней назад Дмитрий Тарасов и Настя Костенко узаконили свои отношения. И хотя пара предпочла обойтись без лишней помпезности, фото счастливых молодоженов в окружении гостей уже облетели сеть. Последней каплей для Ольги Бузовой может стать недавняя выходка Анастасии. Еще недавно девушка носила фамилию Костенко, а теперь гордится тем, что она Тарасова, уже сменив данные в своем инстаграм. Хотя девушка могла поступить так не специально, подписчики убеждены, новоиспеченная Тарасова сделала все, чтобы добить свою предшественницу. За недолгий срок нахождения на телепроекте Дарья Лымарь стала очень популярной участницей. Девушка получила неплохие рейтинги на «Острове любви», пытаясь построить отношения с Иосифом Аганесяном. Видимо, сейчас Даша не видит смысла проявлять старания, ведь открыто заговорила о желании вернуться Москву. Буквально недавно в социальной сети от имени Даши появилось сообщение, в котором она заявила, что мечтает вернуться на родину. Девушка призналась, что не видит смысла сидеть на островах, ведь там нет нормального мужчины, алкоголь запрещен, а также нельзя пользоваться телефонами. В итоге, от скуки и безделья Даша буквально молит о возвращении на поляну. Интересная новость с сайта шлок. Кто займет место Жужи? Не так давно Катя Жужа предпочла семью карьере и покинула пост ведущей. Претендентками на место Кати стали Тата Блюменкранц и Марина Африкантова. Как считаете, кто из девушек достоин стать новой ведущей новостей Дома-2? Долгое время беременность Ольги Рапунцель вызывала у поклонников Дома-2 подозрения. Девушку обвиняли в ношении накладного живота ради рейтингов на проекте, ведь она множество раз путала количество недель от зачатия. Судя по всему, Ольге надоело слушать постоянные сплетни вокруг своей персоны, после чего она решила показать свой живот. Сегодня наша героиня выложила в социальной сети новое фото, оголив свое тело на камеру. Ольга предстала перед своими подписчиками в одном нижнем белье, стоя рядом с супругом. Рапунцель нежно обнимает живот, украшенный милым изображением мишки. Некоторые фанаты телепроекта не одобрили поступок девушки, ведь такого рода снимки лучше хранить для личного пользования. Кстати, в последнее время Ольга постоянно жалуется на стремительно ухудшающееся самочувствие токсикоз. В том, что ее вновь ежедневно тошнит, девушка не видит ничего плохого или странного, чего нельзя сказать о телезрителях. По мнению последних, Рапунцель серьезно рискует, ведь токсикоз на последних сроках грозит серьезными проблемами будущей мамочке и малышу. В некоторых случаях речь и вовсе идет о преждевременных родах. Равнодушие Ольги к собственному здоровью и здоровью ребенка не может не возмущать телезрителей. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.